Продолжаем пресс-конференцию. Главный тренер Кубани Роберт Евдокимов. Роберт Геннадьевич, сначала комментарий по такому матчу. Естественно, комментировать нечего. Для нас это катастрофа. Понятно, что Спартак намного сильнее, но наша игра в первом тайме, первые 20 минут, нас совсем не устраивает. У нас молодая команда в плане того, что я недавно работаю и плюс зимой много футболистов новых взяли, поэтому еще не умеем держать на удар, не умеем там правильно перестраиваться по счету. Но мы этот матч рассматриваем как подготовка к сезону, сделаем выводы и 1-6, и Спартак 1-7 проигрывал, поэтому будем готовиться к сезону. Но если бы я знал, что делать перед игрой, да, я бы не здесь работал, наверное, где-нибудь повыше, да, и все четыре гола прошли, пришли, не все, а 4 гола из 6, это с нашего левого фланга и первые 2, да, да, плюс и штрафной тоже оттуда пришел в первом тайме. И как только Сидоров играл, мы там не пропускали, но как только он получил травму, да, опять 2 гола привезли оттуда. Там, ну, ребят, там молодые ребята, да, что Ведерников, что Карев, там, мы на них, конечно, надеемся очень сильно в сезоне, да, это наше там, наверное, будущее или митчики, но на данный момент они выглядят так. Мы поработаем, сделаем выводы, они будут играть сильнее. Ну, во-первых, холодно, да, там сиденье с подогревом. Во-вторых, если честно, я это сегодня еще разговариваю, да, если по голосу слышно, а вчера я вообще не мог разговаривать, так немножко приболел, горло болело, поэтому я бы все равно ни до кого не докричался. И, может быть, и с этим тоже связан этот счет, потому что обычно я хорошо включаюсь и до всех доношу, что хочу. Ну, знаете, позитива нет, но мы, еще раз говорю, все равно как учеба это, да. Мы посмотрим все моменты и в обороне, и при выходе из обороны, да, при атаках, ошибке. Были и хорошие моменты, потому что при очень плохой нашей игре, да, у нас все равно там было и выход 2 в 1, да, и у Лаука пару моментов было, и во втором тайме пенальти, и там Олейников проходило. Это, может быть, не железный стопроцентный момент, но они были, из них можно было выжимать, потому что Спартак, там, ну, из шести голов, да, я вам скажу, что, да, еще парочку джеки было, еще кто-то там, да, забили все, что могли, а мы не смогли. Это уже мастерство. Но в целом-то, конечно, рассматриваем теперь уже этот матч как подготовку к следующему сезону. Ну, не к следующему, а к следующим играм, к сезону ФНЛ. Что касается глобальных задач, но, если вы знаете, я пришел только в октябре, команда была очень низкая на последнем месте с отрывом, мы немножко выправили, зимой, на мой взгляд, усилились, и наша основная задача, да, это первая глобальная задача, это остаться в ФНЛ, тоже непростая задача, но и то, что мы хотим, это показывать хороший футбол, да, который бы нравился зрителям.